Так, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, значит, Хазахстан, все мои друзья, кто подписан на мой канал. Снова, значит, хочу высказать свое личное мнение по казачкам, которые появились, значит, в Кокчетаве и поставили там какой-то крест. И что самое интересное, что эту информацию никто нигде не знает, а нам об этом сообщает Арман Шураев. То есть откуда у Армана Шураева эта информация? Это один из таких вопросов, значит, это так же, знаете, как я помню, что свою я деятельность в соцсетях именно начал именно с вопроса о казачках, о закрытии казачского движения в Казахстане. Это было в 2016 году. В 2016 году я поднял этот вопрос в Фейсбуке, и я помню, что сразу же, как очень много людей подписались на мой канал. А потом мне этот позвонил, значит, Мурат Мухаммеджанов и стал запугивать меня, что он полковник КНБ, и что он является там очень близким человеком Назарбаева, и что почему я оскорбляю Назарбаева, что президента, что его выбрали почетным атаманом казачества. И вот все в таком духе. Я ему сказал, что, Мурат, мои деды воевали с этими казачками, и моих дедов убили эти казачки в свое время, в 19 веке. Я говорю про Мурал Ишана, про его сыновей, про Кенесары Ихана, про его сыновей. То есть все это мои родственники. Поэтому я и поднял этот вопрос в Фейсбуке. И после этого, значит, мне Фейсбук заблокировали, заблокировали полностью Фейсбук, полностью, значит, все мои вот эти вот посты, которые я размещал против казаков. Также я говорил о том, что президент, например, Узбекистана, Ислам Каримов, когда к нему пришли казачки, тоже с таким вопросом, открыть общественное мнение в Узбекистане, Ислам Каримов сразу сказал, это сепаратизм и не позволил им. А почему Назарбаев у нас позволил это? Поэтому я из этого делаю вывод, что казачки до сих пор и являются солдатами нашего Назарбаева. Не зря ему преданно служит этот атаман Захаров, который, кстати, восхвалял немецкого генерала СС Гельмута фон Панвитца, которому он прям писал там такие оды, любвеобильные оды свои, понимаете? Поэтому я считаю, что и остаюсь на своем, что казачество в Казахстане не должно быть априори, потому что они вчера захватывали наш Казахстан, а сегодня кто им дал право? Право им дал Назарбаев. Поэтому Тукаеву обращаюсь, говорю, нужно этот вопрос поднять и юридически закрыть все их общественные объединения, все, значит, вот эти вот их штабы. Штаб вообще это слово военное, понимаете? Все эти военные формы. То есть я вижу в этом, как если бы, например, в Израиле, да, вот сейчас бы ходили бы гестаповцы своей формы. Это равносильно этому, так же и для нас, для нормальных казахов, которые, значит, родственники вчера воевали с этими казачеством. То есть это так же для нас, это равносильно, как в Израиле ходили бы там в казачьей форме, в казачьей, говорю, германской форме по Израилю. Вы представляете, какой был шок? Такой же я считаю, что и здесь. И почему, значит, Назарбаев разрешил. И потом у меня, знаете, есть еще один вопрос, почему, когда вчера в январе были события, когда в январе восстали обратно же солдаты этого, семейки этой, да? То есть почему они не сожгли штаб в центре Алматы, понимаете? То есть сожгли Акимат, сожгли там еще что-то, здание, здание, но не сожгли штаб казачества. Вот тоже вопрос очень тонкий такой, знаете? И потом мы все видели, как Диас Кузаиров ходил в гости, с Мурат Мухамеджановым в гости к атаману казаков Павлодарей. И как они там с ним любезно разговаривали, понимаете? То есть Диас, когда он заходит в магазины, в торговые дома к женщинам, как он себя ведет, как он провоцирует, как профессионально все это выводит людей из себя. Но почему он не использовал свои технологии, против атамана тоже вопрос стоит, понимаете? И поэтому я считаю, что вот почему именно Арман Шураев выпустил этот ролик, тоже вопрос, понимаете? Вот никто не выпустил, а он первый узнал эту новость. То есть это обратно говорит о их близких отношениях. Поэтому я считаю, что это казачество, это ружье, которое должно выстрельнуть. Также, например, я считаю солдатами Назарбаева, это ваххабиты, салафиты, они в январе выстрельнули. Теперь у него остались кто? Казачки остались, которые тоже должны выстрельнуть. И почему эти казаки именно тогда, когда Тукаев объявляет о нашем нейтралитете в связи с событиями в Украине, и именно в это время появляются эти казачки, и именно сейчас вот со своими носятся, устанавливают кресты. Зачем? Я говорю, зачем? То есть с одной целью, я считаю, только с провокацией. Поэтому их надо все закрывать, юридически все это закрывать, штабы все закрывать. И в общем, вот такое мое мнение, мое личное мнение, я так считаю. Пишите, друзья, что вы думаете об этом.